Приветствую всех читателей .н. Меня зовут Павел Шульхо, я в том числе спив заснованных и генеральный продюсер музыкальной премии Юна. Так, идем по вопросам, да? Павел, спасибо большое за то, что делаете такое большое дело в Украине. Скажите, где можно купить билет на церемонии, кто в этом году, по вашему мнению, заберет наибольшее количество Юна? Ну, билеты купить просто, можно даже на наш сайт зайти, юна.ua, там есть ссылка, где можно купить билеты. Это просто. Пока еще есть билеты. Кто больше всего заберет, ну не знаю, надо смотреть. Мне сложно сказать, я один из многих членов жюри, поэтому у меня есть свое какое-то мнение, но по ощущениям, может и не будет какого-то одного лидера. Мне кажется, почему-то, мне кажется, что это время и стекло точно должно получить. Мне кажется, что, наверное, Иван Дорн получит. Ну, сложно. Во многих номинациях настолько интересны есть и продукты, и номинанты, что предсказать очень сложно, честно говоря. Ну, пока так. Какая самая большая трудность стоит перед вами, как перед генеральным продюсером премии в ее подготовке? Ну, вы знаете, на этот вопрос, наверное, третий год подряд я отвечаю, буду примерно одинаково. В наше нелегкое время все это организовать очень сложно. Конечно, слава богу, это не так, как это было два года назад. Вот, но те времена мы пережили, музыка объединила артистов, и они пришли. И в прошлом году нам удалось сделать это. Я уверен, что в этом году все получится. Сложности, прежде всего, они отражаются, они связаны со сложностями в стране. В остальном все, слава богу. Расскажите о своем пути от радиоведущего до генерального продюсера премии олигарха именно. Ну, здесь слово олигарх, я не знаю, к чему это приблино, либо Ксения решила что-то пошутить. Если вы говорите о Мохаммеде Зафоре, то, ну, во-первых, он не олигарх, во-вторых, это не его премия, он один из соучредителей. То есть, я еще раз хочу сказать, я ему благодарна, что в свое время он поверил в украинскую музыку и стал частью этой премии. Путь от радиоведущего. Ну, это мне нужно очень много рассказывать о своей карьере, которая в марте будет равно 20 лет, как я первый раз вышел в эфир. Наверное, это, может быть, какая-нибудь отдельная тема для конференции. Не везете ли вы зарубежную звезду на юно в этом году? Ну, очень сложно, очень сложно, честно говоря. Переговоры у нас велись, даже еще ведутся, но, честно говоря, не думаю, что в этом году получится. И, безусловно, дополнительные гости-то всегда хорошо, но, слава богу, у нас очень много хороших имен, очень много хороших артистов, и намечается очень качественное шоу и без зарубежных звезд. Так, что вы думаете о таких проектах, как «Территория А» и «Червона Рута»? Почему в эфирах многих радио играет одинаковая музыка? Ну, «Территория А» и «Червона Рута» были... «Территория А» был замечательный проект в свое время, он дал толчок многим артистам, и многие современные артисты, сейчас популярные, в своем детстве смотрели «Территория А». Поэтому это был тот проект, который в свое время должен был быть, состояться для рынка, для индустрии. Почему в эфирах играет одинаковая музыка? Ну, большинство радиостанций работают в формате так называемого «Adult Contemporary AC», либо же «CHR Contemporary Heat Radio», в которой преследует за собой играть музыку в стиле «мейнстрим», то есть основное и самое популярное. Поэтому зачастую ряд песен очень пересекается. Это нормально, это просто самые популярные форматы радиостанций во всем мире. Ответ прост. Ставпадает ли номинанты премии с вашими личными музыкальными вкусами, каких исполнительную музыку вы любите слушать? Ну, понимаете, говорить о моих личных вкусах об украинской музыке очень сложно, так как, ну, так сложилось, что я за эти 20 лет стоял у истоков очень многих артистов, певцов, очень многим помогал, поэтому я смотрю на этот как-то, так, наверное, более профессионально, чем по личным вкусам. Но могу сказать, что у меня в моем iPod есть и Boombox, и Джамала, и Тина Кароль, и, безусловно, Киан Эльзе, и Hard Kiss. Значит, если я эту музыку слушаю даже так просто для себя, не только профессионально, но можете это называть моим вкусом. Кто будет ведущим премии ЮНА в этом году, это пока информация, которую мы не можем открыть. Почему Аня Орак нет ни в одной номинации? Неужели вы считаете, что она не украинская певица, или что ее новые песни не нравятся слушателям в Украине? По-моему, она заслуживает быть номинантом больше, чем некоторые ваши номинанты. Ну, смотрите, я, наверное, с вами соглашусь, что она спокойно могла бы быть в номинации, безусловно, но члены жилья ЮНА — это 90 человек. Они отдают свои голоса, а дальше независимая компания «Делойт» делает подсчет. Почему в этот году за нее не проголосовали? Возможно, тема социума и частичной политики коснулась этого. Очень возможно. Но, к сожалению, даже если брать и премии «Оскар» и «Грэмми», то всегда некие политические моменты влияют на даже независимых экспертов. Ну, когда в Америке, достаточно вспомнить начало 2000-х годов, когда в Америке шел очень большой бум поддержки темной расы, черной расы, то Дензел Волшингтон и Холли Берри получили «Оскара» в тот же самый год, в то время, когда были явно более сильные конкуренты. Но так как это совпало с неким политикумом и социумом, это все равно повлияло на мнение экспертов. Очевидно, что-то подобное произошло, и это я только могу предполагать. Произошло и с членами жюри. В связи с чем телевизионную трансляцию юно перенесли из Интера на новый канал? Стоят ли здесь какие-то политические мотивы? Абсолютно никаких политических мотивов здесь нет. Абсолютно. Просто новый канал очень заинтересовался, предложил очень интересные условия сотрудничества, и мы посмотрели, что действительно там очень хорошая аудитория для зрительской аудитории, которая подходит премии юно. Поэтому мы сошлись в мыслях и пожали руки. Раскройте хоть один маленький секрет о церемонии вручения наград в этом году. Ну, какой секрет? Учитывая, что кто выиграет, мы узнаем только на самой церемонии. То есть тут никакого я секрета вам не открою. Кто будет вручать, будут вручать очень известные, интересные люди. Ну, лишь, наверное, напомню о том, что в некоторых изменениях, что у нас появилась новая номинация, об этом, собственно, летом, и тоже на онлайн-конференции на .NET я говорил, у нас появилась одна номинация такая, которая называется «Лучший артист не в медиа», где решение принимает 9 человек экспертного совета. И эта награда дается тому артисту, который самым ярким образом проявил себя в интернете и в соцсетях, и так далее. Вот. Ну, вот такая будет интересная номинация. Узнаете, кто выиграл, и за какие достижения 25 февраля приходите. Павел, расскажите, как формируются списки номинантов премии ЮНО, по каким критериям вы определяете победителей, от чего отталкиваетесь? Для вообще интересны все организационные моменты, связанные с номинантами и победой. Значит, календарный год ЮНО идет с 1 ноября по 31 октября. За этот период наша команда создает так называемый референс-лист, куда попадают абсолютно все песни, абсолютно все клипы, абсолютно все дуэты, все, что выходит в течение этого года. То есть фактически, не фактически, а все, что есть, все есть в этом референс-листе. В таких номинациях, как лучший артист, либо же лучшая рок-группа и поп-группа, попадают в референс-лист те, кто выпустил хотя бы две песни, которые ротировались на теле и национальных радиоканалах. Вот таким образом, вот эта вот бешеная база артистов и песен является основой для голосования жюри. Дальше 90 членов жюри голосуют, выбирают пятерки, это первый этап голосования, отправляют их в независимую компанию Deloitte, которая также контролирует и результаты голосов Грэмми. Происходит обработка голосов, после чего мы на специальном мероприятии оглашаем номинантов. Пятерки лучших в каждых категориях. После этого начинается второй этап голосования, где жюри получает новую анкету и уже выбирает одного из пяти лучших. Компания Deloitte опять же все считает и упаковывает специальные конверты, которые вскрываются только лишь во время церемонии. Ожидается ли в этом году выступление на премии Июна 2016 год от Лобода? Ну, сразу честно скажу, в этом году выступления Светланы не будет. В прошлом году было очень красивое, яркое выступление Светланы. Я надеюсь, что Светлана еще неоднократно выступит на церемонии в последующие годы. Какие фишки есть в зарубежных премиях, как MTV, Grammy, которые хотелось бы внедрить в Украину? Карина, смотрите, есть очень много премий, и везде есть разная система. Система, которую мы используем на церемонии Июна, она похожа на систему Грэмми, Брид Эворд, Сэка Эвордс, где подключаются профессионалы, которые голосуют. То есть это так называемые профессиональные премии. Такие премии, как MTV Music Awards, Billboard Music Awards, они решаются по другой схеме. То есть это либо же, если это MTV, по просмотру, по рейтингам, либо же, если это Billboard, по количеству продаж. То есть разные критерии выступают. Поэтому каждая церемония, она из подобных очень различается. Мы выбрали изначально схему, что решение принимает профессионал. Продолжение следует...